Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают На 11 минуте первого периода счет в матче открыл капитан Казанцев Александр Адулов с передачей Танислава Галиева и Дмитрия Когарлицкого На последней минуте первой двадцати минутки преимущество казанцев удвоил Станислав Галиев с передач Вадима Шипачева и Вячеслава Войнова Акбар создал себе комфортное преимущество к перерыву В начале второго отрезка игры Либор Шулук сократил отставание в счете с передачей Михаила Криштофа Через семь минут Николай Елисей с передачей Данила Гутика и Рудольфа Червена восстановил равенство в счете Сценарий походил на четвертый матч Акбарса с Нефтехимиком, но казанцы не собирались отпускать победу На восьмой минуте третьего периода Никита Лямкин с передачей Кирилла Петрова вновь вывел хозяев вперед 3-2 Акбарс одержит первую победу в серии с Адмиралом В следующем матче подопечные Зинутулы Хайдаровича давили соперника Акбарс активно саждал на ворота соперника Илья Сафонов упускает верный момент открыть счет в матче, не забив пустые ворота А как говорится, не забиваешь ты, забивают тебе На пятнадцатой минуте Антон Берлев вывел дальневосточную команду вперед Команды ушли на перерыв со счетом 0-1 Во втором периоде Акбарс продолжил давить соперника, однако забить им никак не удавалось И вот на двадцать восьмой минуте Илья Сафонов исправляется за предыдущий момент И точным броском сравнивает счет в матче Зеленые выглядели намного увереннее своих соперников И следующая шайба была лишь вопросом времени На пятьдесят четвертой минуте Вадим Шипачев забивает победное очко в игре 2-1 в матче и 2-0 в серии Акбарс выигрывает два важных матча перед вылетом во Владивосток В этот же день, 18 марта, Рубин играл в гостях против КамАЗа Преимуществом в большей степени владели казанцы Но забить гол команде Юрия Уткульбаева никак не удалось Единственным же самым опасным моментом в первом тайме стал удар Виталия Лисаковича на сороковой минуте Однако голкипер Челнинцев Алексей Мамин отразил его, переведя на угловой Во втором тайме ситуация на поле кардинально не изменилась Рубин владел инициативой, а КамАЗ периодически выбегал в опасные контратаки Но ни одной из команд не удалось реализовать свои моменты 0-0 итоговый счет матча Казанцы сохранили вторую строчку в первой лиге А на этом все Новая неделя обещает быть не менее интересной, чем предыдущая Мы продолжаем активно следить за матчами Акбарса и Рубина И радовать вас новыми обзорами Переходим к студенческим темам Спартакеада вузов Республики Татарстан по мини-футболу набирает свои обороты На прошлой неделе сразу два матча сборная КФУ смогла сыграть Первая из них это против университета спорта, а затем дома сыграли с медицинским университетом За обоими матчами наблюдала наш корреспондент Софья Воронова И далее подробнее у нее в сюжете все самое интересное с этих матчей После разгромного поражения 8-2 от энергоуниверситета Юл Барсов ждала очередная проверка на прочность Во втором туре футболистам из КФУ предстояло сыграть с университетом спорта Первый мяч долго ждать не пришлось Уже на пятой минуте за штрафного Радис Сабиров забивает первый гол 1-0 Университет спорта выходит вперед Как таковой динамики в игре не наблюдалось Обе команды играли больше от обороны, не рискуя забросами вперед на партнеров Во втором тайме на шестой минуте сборная КФУ усилиями Андрея Иванова сравнивает счет в матче 1-1 Этот результат остается на табло до конца встречи Ни одна из команд не рискнула пойти в острую атаку И в итоге все разошлись мимо Первые очки падают в копилку обеих команд Игра была хорошая, мы оказались сильнее Транжирили свои моменты Могли забивать и выигрывать Но, к сожалению, не получилось Для футболистов федерального университета игра в лиге продолжилась 19 марта На домашней площадке им противостояли футболисты медицинского университета Абсолютно вся игра прошла под диктовку хозяев Сперва дублем отметился Садам Халбоев Садам за две минуты дважды огорчает вратаря КГМУ Затем на 11-й минуте в ворота медиков влетает третий мяч от Максима Евставьева И под конец первой 20-ти минутки Динар Галиев делает счет 4-0 Во втором тайме к голевой феерии подключился сперва Рамиль Шаймуратов Он также оформляет дубль На 27-й минуте вновь реализует свой момент Максим Евставьев И за последние 10 минут матча главную роль на себя взял Кирилл Николаев До финального свистка Кирилл оформил покер Четыре безответных мяча влетели в сетку в ворот КГМУ Итоговый счет 11-0 Сборная КФУ одерживает первую победу в рамках спартакиады вузов Сегодняшний матч был важен с точки зрения уверенности Потому что первые два матча закончились неуспешно Мы проиграли, сыграли в ничью Да, с хорошими соперниками Но в каждом матче у нас задача только победить Именно поэтому сегодня стояла такая же задача И мы сделали это Софья Ворнова, Екатерина Лангаева, Неделя спорта Переходим к теме АССК На прошлой неделе завершились все основные чемпионаты Внутривузовского этапа Казанского федерального университета Наш телеканал показывал матчи в прямом эфире Но если ты по каким-либо причинам пропустил наши трансляции То прямо сейчас наши съемочные группы предоставляют специально для тебя Обзоры самых интересных матчей с чемпионата АССК Внутривузовского его этапа Смотрим Финальные матчи внутривузовского этапа АССК состоялись в КСК Уникс 15 марта В дебютной встрече судьбу бронзовых наград определяли Ряженко и Йола Несмотря на преимущество первых, в середине первого тайма Счет стал 1-0 в пользу Йола С такими цифрами команды и ушли на перерыв Во втором тайме Ряженко продолжила давить и сумела сравнять счет Однако больше забить не получилось Судьба медали решалась в серии пенальти, где Йола оказалась точнее 5-3 и итоговая третья позиция Главным же футбольным событием в среду стал финальный матч между КФУ и Хаджиме Обоюдо острый первый тайм закончился голом Саймура Османова Который отправил мяч в сетку ворот на последней секунде первого тайма Разочарованные такой концовкой футболисты КФУ с первых секунд второго игрового отрезка начали давить Данил Ястребов в середине второго тайма счет сравнял А за полторы минуты до конца основного времени Сергей Сапронов дальним ударом ввел КФУ вперед Однако этого времени для Хаджиме оказалось достаточно И уже через 40 секунд Османов праздновал свой дубль 2-2 по истечении 30 минут и серия пенальти В которой футболисты Хаджиме были сильнее и стали чемпионами внутривудовского этапа АССК Андрей Хайсаров, Делеспорт Финальный этап АССК по волейболу среди женских и мужских команд 19 марта прошли матчи за выход на первые строчки рейтинга В игре за третье место среди женских команд соревновались Елабужский институт и команда Адреналин из Ифмиб Первую половину игры лидировал Елабужский институт Адреналин со старта встречи отдал инициативу сопернику и особой борьбы не удалось навязать 15-8 Первая партия за Елабугой Во второй Адреналин выбился в лидеры за счет нескольких точных подач Елабужцы смогли сравнять счет и в конце партии опередить Адреналин на 2 очка и победить со счетом 16-14 За звание чемпиона среди женских команд боролись Йолдезлар и КФУшечки В начале матча лидировали команда Йолдезлар, постоянно опережая соперников на 2 очка Но остальное время первой партии было за спортсменками из команды КФУшечки Они сумели сохранить отрыв в очках и выиграли со счетом 25-16 Вторая партия финального матча была уже за командой Йолдезлар Несмотря на активное сопротивление соперников, на последних минутах спортсменки смогли отыграться во второй половине игры со счетом 25-21 Итоговый счет 1-1 Игра переходит в дополнительную третью партию Йолдезлар вырывается вперед и почти сразу становится понятно, кто станет победителем Выигрывает Йолдезлар со счетом 15-6 Среди мужских команд в матче за третье место встретились команды Махтымкули и Исфнимк Игра шла быстрее обычного, спортсмены не осуществляли долгих розыгрышей и быстро забивали мячи Всю первую половину был равный счет и только в конце Махтымкули вышли вперед и завершили тайм со счетом 15-11 Во второй половине матча Махтымкули блестяще отыграли и не дали изминку даже сравнять счет Махтымкули со счетом 15-5 в партии и 2-0 в игровом счете забирает бронзу В последнем матче соревновательного дня за первое место среди мужских команд На поле встретились команды КФУ и Ашхабад По итогу первой половины матча за счет сильных подач и отработанных схем передач Победу одержали спортсмены КФУ со счетом 15-7 Во второй партии спортсмены Ашхабад пытались сократить разрыв в очках Но федералы все равно оказались сильнее 15-11 Сборная КФУ забирает золотые награды внутривузовского чемпионата АССК РФ по волейболу Екатерина Торопова, неделя спорта Продолжаем нашу программу и продолжаем разговор об АССК РФ в внутривузовском этапе И у нас в студии появляется легенда КФУ, это Никита Лихачев Никита, тебе большой привет Также по совместительству Никита, помимо работы легенды, еще и председатель студенческого спортивного клуба «Казанские юбарсы» Как дела? Привет, во-первых, во-вторых, не хватает вставки, знаешь, как легендарный уже мем, там, народный артист СССР Все отлично, чемпионат АССК Народный спортсмен Кировской области Да, чемпионат АССК почти завершен Все виды спорта, кроме гандбола, позади, гандбол в среду Сразу, сразу давай тогда сделаем анонс Гандбол у нас будет в прямом эфире на этой неделе, так что обязательно подключаемся Смотрим, вот никогда гандбол не показывали Давай тогда о нем поговорим Что ждешь от этого вида спорта? Мы привыкли, как у нас проходят финалы по футболу, по волейболу, по шахматам даже Мы привыкли, но в этом году, к сожалению, не получилось прямой эфир сделать Гандбол Слушай, ну, я думаю, что будет интересно Во-первых, у нас не так много команд Собственно, и в среду мы сыграем, по сути, два матча И они будут обозначать то, какие места займут, там, с первого по четвертое место Очень интересно было, что команда Мехмата, которая состоит из баскетболистов Прям на равных сыграла с основной сборной КФУ по гандболу, уступив всего там одного очка Поэтому мы видим два матча в прямом эфире По сути, один за третье место, где будут играть Ну, по классике Да, команда как раз-таки Мехмата и команда из спортторгов, и я сам там играю Вот, и, собственно, первая-вторая сборная КФУ, то есть они в чуть более длинном формате сыграют таймы И я думаю, что это будет интересно, потому что я сам поиграл, мне очень понравилась эта игра И многим ребятам, именно минщикам, которые в мини-футбол играют, им тоже очень формат зашел По сути, тот же самый мини-футбол, только в поле, по сути, с вратарем семь человек И как бы ты играешь руками Это круто, я всем советую посмотреть, особенно любителям мини-футбола и баскетбола Это как будто что-то смешанное Это очень динамичный вид спорта И если мы на других чемпионатах ССКА видели, что были команды там на голову сильнее других Здесь такого нет, здесь все выглядят очень равными Даже по алтимату были команды на голову сильнее? Нет, ну по алтимату была команда из Бирв, которая второй год играла У них там слаженные действия, как раз тоже, кстати, баскетболисты Вот у баскетболистов вообще везде, кроме футбола, получается Ну и студенческой баскетбольной лиги Это тоже Грустно не звучало, но надеемся, надеемся То, что исправит свое положение в турнирной таблице студенческой баскетбольной лиги Давай еще по финалам На этой неделе у нас прошли, получается, алтимат У нас прошел волейбол, у нас прошел футбол По порядку идем, сначала алтимат Алтимат в этом году прошел отлично Спасибо Камеле Булатова, организатору этого турнира Вызван был очень большой интерес Даже больше, чем в том году То есть команду уже приноровились, команду уже знали, как играть И, ну, как я говорил, команда фаворит из Бирв Она и была фаворитом, и, в принципе, ничего неожиданного в командах финалистов как бы и не было Собственно, вполне себе закономерный результат Вот, поэтому очень надеемся, что ребята смогут по результатам рейтинга пройти на суперфинал Потому что как раз-таки фрисби был одним из самых, как и позиционировалось, дружелюбных видов спорта Там почти невозможно подраться или спорить Или сказать, что судья какой-то не такой Потому что команды сами друг друга судят во время игры Получилось круто Футбол Глядя на картинку, которая у нас была в прямом эфире Ну, можно поставить знак «равно» между финалом Кубка КФУ этого сезона и финалом АССКом на Тривузовском Да, Софи, в принципе, в одной из первых наших с тобой бесед Я и говорил, что, скорее всего, Хаджиме и КФУ будут в финале Так и получилось Мог быть мед, но меду, собственно, не хватило то, что они в четвертьфинале на Хаджиме попали Абсолютно точно Хаджиме по всем позициям, по игрокам выглядела самой сильной командой Все-таки КФУ не хватало сильного вратаря И что удивительно, как бы, на мой взгляд, полевой игрок Данила Ястребов, который у них весь турнир стоял Надо было, наверное, его на финал также оставить в воротах играть Все-таки, потому что ребята из Челнов, они больше в большой футбол как раз-таки играют, чем Миньку И им не хватило Финал получился драматичным, серия пенальти все решила И на серии пенальти все решил вратарь, который Сергей Мандрыко из ИМО Который, по сути, сыграл и в полуфинале, и в финале за счет удаления основного вратаря Хаджиме Это суперкрасивая история, потому что парень много лет сидел в запасе в ИМО Парень подавал надежды, и вот ему достался шанс, и он его сделал Ну, собственно, и Сеймор Османов тоже классно сыграл Забил два мяча, которые обескуражили КФУ И закономерная победа Хаджиме Ну, КФУ желаем удачи на оригинальном этапе Что же, Никит, большое спасибо, что пришел к нам на программу Как всегда, отлично побеседовали, много тем узнали И много анонсов закинули В следующий раз обязательно с этого еще раз присоберемся И уже по межуузовскому, так вот его назовем, поговорим Что, кто, с кем будет и где играть Да, спасибо большое Ну и на этом все Вот такая у нас выдалась неделя спорта А что будет дальше, посмотрим Меня зовут Роман Полинсков, вы смотрели программу «Неделя спорта» Еще увидимся, до новых встреч, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова